Никита Павлович Никита Павлович Никита Павлович Вместе с игроками мы пришли к тому, что каждый матч для нас являлся главным матчем, а поскольку он главный, его надо постараться выиграть. Но сегодняшняя игра уже ушла в область истории, а вот впереди у нас встреча с главным соперником. С главным, и это нужно всегда помнить. И вот во многих играх мне было действительно приятно, я как-то уже иной раз, может быть, даже забывал, что я тренер получал удовольствие просто от игры команды. Например, это уже Алеши Абрамяна, вратаря, который сезон 73-го года провел безупречно и действительно доставлял радость и удовольствие всем нам. От игры наших защитников, где нам пришлось, конечно, поработать вместе с тем, чтобы как-то дисциплинировать игру защитников. Ну и игру средней линии, где выделялись свои игры из-за назанян, своей работоспособности, неутомимости и умением зажечь команду, сплотить команду не только на поле, но и в быту. Ну и оригинальный игрок, своеобразный игрок Аркадий Андреасян, который тоже очень много своим творческим таким вкладом, что ли, творческим путем на поле принес много пользы команды. Ну и Эдуард Маркаров, этот маленький, юркий, техничный, я бы сказал, даже больше, который, наверное, знает все, в общем-то сказать, футбольные хитрости и премудрости, чья игра доставила удовольствие всем болельщикам в прошедшем сезоне. Наши крайние нападающие, Ливон Иштаян и Коля Козырян, совершенно разные по стилю игроки. Если Коля, как мы его называем, взрывной, реактивной, великолепной стартовой скоростью, который стремится освободиться из-под опеки соперника, больше за спину противника, и действительно его скорость доставляет много хлопот защитникам, ну, Ливон, он больше любит играть с мячом, и вот его такая виртуозная техника, обыгрывание соперника часто ставит в тупик. В обороне нельзя не выделить нашего старейшего Александра, или как мы его все называем, Шурика Коваленко, который уже 14 сезонов играет в составе команды, цементирует линию обороны, и, конечно, своим опытом, хладнокровием вносит уверенность и в ряды защитных линий. Тем более, что впереди него играет молодой Армен Салькисян, Назара Петросяна, маленького юркого техничного игрока, который на финише чемпионата просто показал блестящую игру. Сергея Пугусяна, этого бойца-друженика, который никогда не спасует перед противником, никогда не уберет ногу. Сергея Бондаренко, которого мы называем дальнобойной артиллерией, потому что у него действительно великолепный удар, и он может выстрелить с 30 и более метров, не просто выстрелить, а выстрелить точно в поворотах. И наш опытный Норик Мисропян, тоже внешний большой вклад. И защитники Санасар Геворкян, быстрый Сурик Мартиросян, который провел тоже последние игры. Хорошо, ну и готовый всегда в любую минуту заменить любого из защитников, который играл у нас в начале сезона Аркадий Рудемян. Наш номер один, Алеша Абрамян. Наш вратарь, который сезон... И что такое вообще вратарь? Вратарь тот, игрок в команде, который не имеет права ошибаться. Могут ошибаться его товарищи по обороне, полузащитить, тем более в нападении. Но если ошибся вратарь, то, наверное, надо вынимать мяч из сетки, ставить на центр, короче говоря, выполнять малоприятную процедуру. И вот здесь наша Алеша, своей игрой он вселил уверенность и в линию обороны. И вообще, во всех игроков команды, ибо уверенная игра вратаря, она как по цепи передается всем остальным игрокам. Я впервые познакомился с Алешем на учебно-тренировочном сборе, и вот та его неуемная жажда к тренировкам, к работе, она меня вообще, как тренера, очень-очень обрадовала, и мне было приятно с ним работать. Очень много работали, и я должен сказать, что я сам, в общем-то, где-то люблю еще и тряхнуть стариной, немножко поить по воротам. И приходилось мучить Алешу много и много, но ни разу я от него не слышал. Причем я ему сам говорил, Алеша, пока хватит. В общем-то, вся команда, 15-15 игроков, которые и вынесли на своих плечах всю тяжесть прошедшего футбольного сезона.